Светлана Лебедева с гордостью показывает, как из крана течет и холодная, и горячая вода. Такого в ее прежнем доме по адресу Птицефабрика-1 не было никогда за 55 лет. Там, где она жила еще недавно, напомним, не было даже туалета лет 15 как. Теперь в собственности пожилой женщины 52 квадратных метра, 6-метровой лоджии и в панельной пятиэтажке. По программе расселения аварийного жилфонда она получила квартиру под Новый год, как обещали в администрации города. И горячая вода, и холодная вода, и батареи, и туалет, и душ, ну все есть. И кладовки, все-все-все есть. Одна большая комната, маленькая моя, ну и кухня хорошая, душа очень. Вы довольны? Довольна, очень довольна. Однако в Доме ужасов на Птицефабрике, как мы прозвали его в мае, когда увидели, в каких условиях живут люди, остались еще две семьи. В одной из них пожилой лежачий инвалид и две его дочери. Им также перед Новым годом предложили жилье, правда временное, в маневренном фонде. Она сказала, что я вам дам временную квартиру, а потом и вам летом купим на Птицефабрике квартиру, и вы уже переедете. А смысл-то туда переезжать? Там полы вообще худуном качаются, просто, я не знаю. Там полы скрипят, в маленькой комнате шели, оттуда дует очень сильно. Вадим сюда переезжает, что если мы туда переедем, то это уже навсегда переедем, и нам ничего не устраивает, там и жилье. Потому что у нас инвалид еще. В нынешнем доме условия проживания, скажем честно, адовые. Из-за того, что остались лишь две семьи, дом вымораживается. Постоянно лопаются последние, чуть живые трубы. Отключается отопление, единственный след цивилизации, который здесь когда-либо был. Две оставшиеся семьи выживают. Одни наотрез отказываются ехать в маневренный фонд, ждут постоянное жилье, положенное по закону. А вот Светлана подписала направление и тем самым согласилась на временную квартиру. А вот и она тоже в деревянном доме. И условия здесь немногим лучше, говорит девушка, несмотря на то, что есть туалет, горячая и холодная вода. Глядя на условия, в которые предлагают съехать семье с инвалидом, возникает вопрос. А в администрации видели, куда людей заселяют? И почему в маневренный фонд? Ведь в мае 2020-го нам говорили вот что. Поскольку этот дом находится в первом этапе, то год его расселения – это 19-20-е. Вот в прошлом году мы начали этот дом расселить, в этом году закончим. Если в течение года не случится история с подрядчиком, а вот людям... Значит, мы будем их расселять в строящийся дом, который у нас вот по планам Нобелинского, первый дом. И он будет сдан в этом году? Ну, вот подрядчик нам обещает, что к концу года будет сдан. Сроки расселения снова могут затянуться. Ведь этот дом по бумагам должен быть освобожден к концу 2023 года. Все разговоры про 2020-й – это были планы, но не вышло. Нобелинского дом так и не достроен, а аукционы один за другим проваливаются. Светлана опасается, что подписав направление на временное жилье, они с отцом-инвалидом будут обязаны освободить нынешнюю квартиру. Но в мэрии заверили – это не так. Ключи можно вернуть и ждать постоянного собственного жилья. Там же, на птицефабрике. С февраля месяца мы будем объявлять аукционы на приобретение им жилого помещения. Соответственно, квартиры будут им предоставлены. Мы будем до конца пытаться и работать с застройщиками, и с риэлторами для того, чтобы нам вышли они на аукцион и, соответственно, предложили варианты приобретения жилого помещения. Если нет, то тогда мы ждем строительства жилья нового. Выживут ли в таких условиях оставшиеся жильцы в доме ужасов зимой – неизвестно. В мэрии обещают пока предоставлять другие варианты маневренного фонда, если нынешние не устраивают. Это ведь временная мера. Пугает только поговорка, что нет ничего более постоянного, чем временное. Анжела Маркевич, Борис Касьянов, Служба новостей.